Масленица, масленица, широкая масленица, пригороди раненько, встретим хорошенько. Солнечная, сыпная и очень сладкая масленица получилась у ребят из Витновской гимназии. Вкусные кулинарные творения с удовольствием пробовали одноклассники и учителя. Опытные начинающие кондитеры постарались от души. Что вкусное приготовили? По хламу приготовили лимонные печеньки и торт «Медовик». Я умею готовить блинчики, оладушки, еще я сама готовила кексы. Благотворительную ярмарку можно смело назвать настоящей выставкой кулинарных талантов мам, бабушек и одноклассниц. Она проходила во время перемен и привлекла немало поклонников домашней выпечки. У меня вот сестра готовила тоже, очень вкусно, там безе было, печенье. Я люблю медовики, всякие хлебополучные изделия, я просто их обожаю. Тем более, еще маму попутила медовик, я ей тоже пару сестра взяла. Теплым, добрым, по-настоящему семейным получился праздник гимназии. Не только с угощениями, но и танцами. Вкусно перекусив, младшие школьники не отказали себе в удовольствии активно подвигаться перед уроком. В нашей школе мы не просто хорошо учим детей, мы их учим самым главным, наверное, качеством, которые помогают человеку остаться хорошим человеком в этой жизни. Это доброта, отзывчивость и милосердие. И мне кажется, в наше время это наиболее актуальные качества. Среда в масленичном календаре значится как лакомка. День, когда можно и нужно вкусно поесть. А если еще и сделать доброе дело, то время потрачено не зря. Все собранные средства будут перечислены семье Феоктистовых, в которой трое детей остались без мамы. Как без этого жить? Если помогать только себе, выполнять только свои потребности, то ты перестанешь быть человеком. Нужно быть добрым, честным, всегда. Очень вкусная масленица получилась у ребят. С такими праздниками родителям можно не переживать, что дети в школе будут голодными. Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.